В Калязинский районный суд поступило уголовное дело о гибели трёх подростков при столкновении мотороллера и автомобиля Opel. Как мы уже сообщали, это случилось ночью 29 июля прошлого года на 135-м километре автодорогии Сергеев-Пасад, Калязин, Рыбинск, Череповец в Калязинском районе области. Начав обгонять впереди идущий автомобиль, обвиняемый на иномарке, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с мотороллером. Трое находившихся на нём подростков 14 и 15 лет погибли. Судом решается вопрос о назначении дела к слушанию. Региональный следственный комитет отмечает рост телефонного мошенничества. Преступники используют абонентские номера Следственного комитета, МВД, ФСБ, Росгвардии. В разговорах мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к денежным переводам. Рост такого вида преступлений на территории региона впечатляет. По данным полиции, число мошенничеств с начала года увеличилось почти на 33%, а краж с банковских карт почти на 250% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И если раньше жертвами злоумышленников становились, как правило, пожилые жители региона, то теперь в группе риска все категории граждан. Люди ведутся на СМС или телефонные звонки, поступающие им якобы от службы безопасности банков. Хотя сами банки постоянно напоминают, их служба безопасности никогда не звонят клиентам. Потерпевший не осознает, что он разговаривает не с реальным сотрудником банка, а разговаривает с злоумышленником, он распространяет личную информацию, контактные данные, нередко, нарушая установленные правила, разглашает CVV-код, это код безопасности опубликованного на 3-й стороне банковской карты, и PIN-код. Таким образом открывает свой электронный кошелек, и мошенники похищают необходимую сумму денег на следы. Полиция предупреждает, будьте предельно внимательны при покупке или продаже товаров через интернет. Пользуйтесь только проверенными официальными сайтами. Опасайтесь взлома мошенниками ваших страниц в соцсетях. Не открывайте СМС с неизвестных номеров. Так внедряется вредоносный вирус. Потерпевший открывает данное видеоизображение, соответственно, позволяя вредоносной программной системе уже, скажем так, внедриться в мобильное устройство, определить банкинг, которым пользуются потерпевшие, списать необходимую сумму денежных средств и потом самоудариться. Мошенники идут в ногу со временем, наживаясь на страхах или тяжелом материальном положении людей в условиях пандемии. 18 мая в полицию обратилась жительница области с заявлением о списании с ее счета денежных средств. Эта женщина на неустановленном сайте обнаружила ссылку с предложением денежной компенсации гражданам в условиях пандемии. Женщина попала на сайт дублер, копирующий официальную страницу. Сообщив мошенникам персональные данные банковской карты, она не только не получила обещанную компенсацию, но и потеряла накопленное сбережение. Все компенсации, предупреждают полицейские, оформляются только через портал «Государственные услуги». Обычно имя сайта дублера практически полностью копирует название настоящего портала, отличается одним или несколькими символами. Еще одна пожилая жительница Верхневолжья стала жертвой мошенников, предложивших пройти тест на коронавирус. И вновь преступники получили от своей жертвы код доступа к банковской карте. А пенсионерка не только не прошла тест, но и лишилась накоплений. Полицейские напоминают, желание пройти тестирование на вирус должно исходить только от вас. Если вы обратились в какую-либо организацию, чтобы пройти этот тест, в этом случае вы оплачиваете свои услуги. Если прохождение теста назначено врачом, то это проводится дистанционно, так скажем, бесконтактно с гражданином и бесплатно. Еще раз напоминаем, если вы предполагаете, что вам звонят мошенники, немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в ваш банк. Обратиться сразу по телефону контактного центра, опубликованного на тыльной стороне банковской карты в свою банковскую организацию и по возможности посетить банковский офис. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать свои личные персональные данные и выполнять манипуляции мошенников. Это приведет к хищению денежных средств. Если вы все-таки стали жертвой преступления, незамедлительно звоните в полицию по телефону 02 или 102. Обращаем внимание жителей Тверской области. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов отображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Если телефонный мошенник представился, позвоните по телефону доверия ведомств и проверьте информацию, сообщенную звонившим. Будьте бдительны.